Приветствую вас. Чувствуется в ваших вот словах, в ваших вот, ну, вашим текстам ощущается, конечно, такая, некая, знаете, потерянность, некая такая надрывность, заболезненность. Ощущается, я бы сказал, метание, духовное, душевное метание, если угодно называть это так. Вот. Я чувствую, что мужчина для вас важен достаточно сильно, но также я чувствую то, что он для вас чересчур важен. То есть, я не могу этого не отметить, что мужчина для вас важен чересчур. То есть, что это означает? Это означает, что с ним у вас связано очень много желаний. Я так могу предположить, что вы хотите семью. Могу так предположить, что вам как-то вот хочется семью, хочется семью уже достаточно давно. Я могу предположить, что вам тяжело быть одной, я могу предположить, что вам тяжело быть не особо, я могу предположить, что вы испытываете сложность в выражении своих чувств и эмоций, при том, что вполне себе можете проявлять напускную такую веселость, напускные эмоции. То есть, ну, по сути, это вот всё, что касается, казаться, а не быть того, что человек кажется, а не то, что он, ну, то, какой он есть на самом деле. Вот. И мне кажется, что это достаточно важный момент, потому что вы не искренне сами собой, да? То есть, вы, ну, возможно, не принимаете своих чувств до конца. Возможно, вы как-то стыдитесь своих чувств. Возможно, речь идёт о чём-то другом, то есть, о каких-то других вещах, о каких-то других моментах, возможно. Ага, возможно, речь идёт о том, что именно этот мужчина с чем-то вам приглянулся, как-то вам приглянулся. Вот. То есть, речь идёт о мотивации. Но совершенно очевидно, что вот вы достаточно много думаете о себе. В этом нет ничего плохого. В том, что вы думаете о себе, нет в этом ничего плохого, конечно же. Вот. Но, как бы лучше, чтобы это было, знаете, ну, так скажем, конструктивно, да? Лучше, чтобы это было без ущерба для себя и для вас. И для него, то есть, для вас и для мужчин. О чём я говорю, да? О чём я, что я имею в виду? Я имею в виду здесь то, что вот мужчина привёз вас, да? Привёз вас в больницу. Ага. Был с вами. В больнице. Я так понимаю, сейчас проверю. Так. А ну вы не написали, не написали, а то был ли он с вами в больнице. Ну хорошо. Привёз вас в больницу. И за это вы такое ощущение, да? Что ему не благодарны. То есть, вы не воспринимаете как вот то, что он делает. Или, может быть, наоборот, воспринимаете как должное. На мой взгляд. То есть, кто, что он вам помог, кто, что он для вас что-то сделал, это уже вы забыли. Забыли, точнее. На первый план здесь выходит вот то, что он не сделал того, что вы от него ожидали. Но почему вы считаете, что он должен сделать то, что вы от него ждёте? И почему вы считаете, что именно это и только это делает вас важным для него? То есть, вот почему такой момент? То есть, есть ваше представление о том, что из себя представляет женщина для мужчины. И ваше же представление о том, что представляет из себя мужчина для женщины. А есть его, есть его представление. И вот что интересно, его представление об этом вы как раз таки игнорируете, судя по тому, что я могу видеть. То есть вы от своего представления, именно от своего представления отойти не можете. Понимаете, какая штука. Вот. Это очень важный момент. На самом деле. Потому что от этого зависит то, как вы воспринимаете мужчину. Дальше. Вы пишите. Значит так. Коллеги по работе. Он мне помогает. Ближе всех общается. Разговариваем обо всём. Вроде как дружим. Но он знает. Внимание оказывает. Но он знает, что знает непонятно. Внимание оказывает. Всячески показывает, что ему не безразлично. Понимаете? Вот внимание, которое он вам оказывает, оно обивалентно. То есть оно может означать и то, что вы для него что-то значите, а может означать, что вы для него не значите ничего. Совсем. И... Об этом и забываете. То есть для нас его внимание, оно больше значит. Но вы не знаете, как он относится к этому вниманию. Вы не проявляете себя по отношению к нему. То есть вы друг учитесь. Значит очевидно, что именно такую, именно такую позицию, именно такую форму взаимоотношения с ним, с мужчиной, то есть вы выбрали. Вы говорите, я для него не значу ничего, как женщина. Но он для вас делает много чего, он вам помогает. Неизвестно, стал бы он помогать другим. Можете сравнить. А что если для него это способ показать, что вы как раз таки для него и являетесь женщиной, то вы значите для него что-то, как женщин. Но по-другому он проявить себя не может. Потому что, ну, боится, например, вас оттолкнуть, боится вас отпугнуть. Может быть, что-то из всего имеет место быть. Понимаете? То есть вы здесь много думаете о себе, это нормально, только вот в каком, ну, в каком ключе. Вы много думаете о себе. И достаточно мало, достаточно мало думаете о нем. Понимаете? О том, что он чувствует, о том, что он хочет. И как это не, вот, парадоксально, возможно, именно из-за этого у вас не складываются отношения. Потому что думая вы о нем, в полной мере, например, в полной мере думая вы о нем, возможно, ваши отношения уже получили бы какую-то определенную разрядку. То есть, возможно, было бы уже понятно, что между вами и как складываются ваши взаимоотношения. С другой стороны, вы можете почему-то позволить себе в течение двух лет общаться с человеком без какой-либо определенности. Вы можете позволить себе общаться с мужчиной, возможно, не имеющим к вам симпатии, и у вас совершенно нет альтернативы. Вот, судя по тому, что вы пишете, у вас совершенно нет альтернативы. То есть, другого мужчины, который бы увидел, например, что вы можете перестать быть его, что вы можете перестать быть свободным. То есть, вы никак не мотивируете его проявлять по отношению к вам какое-то вот внимание, да. Вы никак не мотивируете его по отношению к вам проявлять себя более активно. Но и сами вы слишком сильно за мотивированы быть с ним или как-то вот, ну, по отношению к нему себя вести определенным образом. Понимаете? Понимаете? Вот. То есть, здесь у вас такой вот парадокс творчества здесь имеет место быть. Вот. И обратите внимание на то, как вы, значит, задаете свой вопрос. То есть, вы, по сути, не хотите разобраться в себе, вы не хотите разобраться в отношениях с ним. Вы не хотите понять его, возможно. Вы просто хотите убедить себя в том, что это не ваш вариант. То есть, вы боитесь близости. И вот страх сближения вообще с мышинами, возможно, даже, там, какие-то детские запреты, может быть, имеют место быть, да, там, запрет на семью и так далее, определяют все ваше поведение. Потому что это коллега. Это просто ваш коллега. То есть, да, вы, может быть, хорошо общаетесь с коллегами. Это безусловно. Но как могут быть люди, которые изначально пришли в определенное место работать, то есть, получать деньги, да, и реализовываться, как эти люди могут строить полноценные, аутентичные отношения? Ведь в некоторой степени они зависят друг от друга. И будут зависеть дальше, больше, если у них эти отношения начнутся. Потому что произойдет ссора. И на работе это будет сказываться. Поэтому это очень серьезный аргумент для людей, которые дорожают своей работой. Не сближаться. Понимаете? Вот. То есть, тут очень много факторов. Это фактор, в первую очередь, вот в первую очередь, это фактор вашей активности. То есть, какую активность вы проявляете по отношению к мужчине, чтобы на сто процентов быть уверенной в том, что человек к вам равнодушен. Вот. То есть, сказать, что да, вот я сделала все, я себя проявила, а вот, ну, он, вот, ну, он, вот, вот, не интересует, я его, я его не интересую. Ну, была. Вот, понимаете? У вас нет, скорее всего, оснований для того, чтобы так себя проявить, чтобы так сказать. Нет. Оснований таких у вас нет. И, вот, и спросите себя, какой, какого вы ждете от него поведения с вечером того, что вы коллеги? Я понимаю, что вы хотите, чтобы он вам позвонил, потому что вам так видится. Но это другой человек. И у него могут быть свои и другие представления о том, как, ну, отношения между мужчиной и женщиной выстраиваются. И если вам такой человек понравился, а он вам понравился, судя по всему. Я вот, кстати, по поводу чувств, вот тоже желательно бы определиться, какие чувства у вас к нему, что вы чувствуете. То есть, это у вас любовь к нему, это у вас симпатия, это у вас потребность, вот, ну, именно в человеке. Ну, так, вам нужно найти способ проявить это. Именно это. Именно это. Именно это. Пригласить его, например, в кафе, допустим. Пригласить его к тебе домой, как бы это ни звучало. Ну, а, надеюсь, взрослые взрослые люди-то и, эээ, интимные отношения не обязательно все сразу проводить. Вот. То есть, сделать абсолютно недвусмысленный шаг и продемонстрировать ему, что вы хотите видеть его, не только как своего коллегу, и не только как друг. А дальше вы посмотрите. Если человек в себе не уверен, это одно, что вы решаете для себя? Хотите ли вы связывать свою жизнь с неуверенным в себе человеком? Вот. В принципе. Потому что его периодически придется подталкивать. Либо он, а, вот, просто действительно не испытывает к вам никакой симпатизации. Грустно, неприятно, но что поделать? Вот и все. А, гадать вы можете так очень долго и годы тратить на такие вот отношения. А потом, если человек резко встретит другую девушку, и вы будете обидены на него, что вот он, оказывается, в это время к вам ничего не чувствовал. И без разницы, что, может быть, он делал шаги, какие мог, и не получал от вас обратной связи. Совершенно однозначно. Ну, сколько можно ждать. Устал. Такое бывает. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Просто, обратите внимание на то, вот, на ход ваших мыслей. Что вам дает подобный ход мыслей? Вообще, по отношению к себе, по отношению к мужчине, по отношению к его поступкам. Почему его поступки, по вашему мнению, характеризуют его как человека. То есть, вот на это все, 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 обратите, пожалуйста, внимательно. Вот, я очень надеюсь, что, сделав это, вам лучше будет понятна та ситуация, в которой вы оказались. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Нância. familiarю армии шумево? Оксана. Экзичь.